Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас, падаю! Ночью было примерно минус 3, сейчас примерно плюс 3. На солнце гораздо теплее, чем в тени. Итак, снова стритстайл. Хочу сразу обратить внимание на компоновку верхней одежды на верхнюю одежду. Этот образ я бы не назвала красивым. Я имею в виду, конечно же, правый вариант. Мы имеем здесь тонкий стеганый пуховик, скорее всего, тонкую стеганую куртку и поверх пальто. Но, как я часто говорю, я за фантазию, я за фэшн смелость. И действительно, если мы начнем хотя бы пробовать носить верхнюю одежду на верхнюю одежду, кстати, это тоже вариант, но мужской, мы здесь имеем опять же либо тонкий пуховик и сверху пиджат, и сверху еще пальто. В общем-то, если мы будем пробовать, экспериментировать, возможно, мы сможем открыть для себя много всего интересного и нового. И скоро выйдет видео в рамках минимализма Shop Your Closet, то есть пойти и хорошенечко закупиться в собственном платинном шкафу, в собственной гардеробной, на собственных полках. И представлять из себя этот формат не что иное, как составить красивые классные компоновки из того, что уже имеется. Хочу снова обратить ваше внимание на шапку. Посмотрите на сеньору. Я могу сказать, что конкретно в этом случае прибавляется, ну, наверное, 10 сантиметров роста шапка, которая вот таким образом стоит. Это может нравиться, может не нравиться, но стилистически совершенно точно. Зачастую это очень-очень хорошее решение, потому что это вытягивает нам силуэт, что шапка с помпоном, что шапка без помпона. Это очень красиво. Обратите внимание на красивое сочетание фурнитуры на перчатках, а также на сумке. Я часто говорю, что сегодняшняя мода очень лояльна и действительно фактура может не сочетаться. Мы можем иметь золотую пряжку на ремне и серебряного цвета пряжку, допустим, на сумке. Но если мы хотим добавить вот эту незаметную для очень многих деталь и сделать наш образ очень классным, очень законченным, мы все-таки должны придавать определенное внимание и определенный вес тому, что проверено временем. А временем проверено сочетание обувь плюс сумка одного цвета, обувь плюс ремень одного цвета, перчатки, которые могут сочетаться и красиво смотрятся, если они совпадают по цвету с обувью. И также фурнитура, если она совпадает по цвету, золотая фурнитура, где бы то ни было на нашей одежде, плюс золотая фурнитура, допустим, на аксессуарах, это очень и очень красиво. Фурнитура Ну что ж, немного витрин. Как вы видите, мужчины останавливаются перед женскими витринами. Это будет интересный обзор витрин. Я обращу внимание прежде всего на сочетание цветов, как в данном случае. Посмотрите, как красиво. Белый тедди плюс голубая рубашка плюс малинового цвета брюки. Неожиданно, но очень красиво. И, конечно же, в данном случае, поскольку речь идет все-таки о таком плотном и тяжелом пальто, голубую рубашку можно заменить на голубой свитер. И также хочу вам показать очень красивое сочетание. Много раз обращала на него внимание. Это все оттенки коричневого, бежевого. И вот такого голубого. Такой голубой очень-очень хорош именно в холодный период, потому что он не светлый. А это витрина Максмары. Если предыдущая витрина была витриной магазина недорогого, то это Максмара. Мы без труда можем представить уровень цен в подобном магазине. Но посмотрите, закомпонованы ансамбли по тому же принципу, что и предыдущая витрина. Это просто удачное сочетание, красивое сочетание бежевого и всех его оттенков. И вот такого голубого. При этом голубой, на мой взгляд, идентичный. Ну что ж, снова витрина. Витрина с малиновыми брюками. Брюки цвета фуксии здесь бы тоже смотрелись очень хорошо. А это витрина Максмары. Конкретно это пальто стоит чуть меньше 5000 евро. А пальто за ним стоит около 6000 евро. И вот снова витрина недорогого магазина. И как мы видим, если мы компонуем наш ансамбль на основе красивого сочетания цветов, то мы получаем примерно одинаковые образы. С шагового расстояния действительно можно заметить и увидеть разницу. Разницу в тканях, разницу в фактурах. Но могу сказать, что издалека действительно образы, собранные за 1000 евро и за 100 евро, будут смотреться примерно одинаково. И это снова дорогой магазин. Здесь цены порядка 1000 евро за верхнюю одежду и порядка 500 евро за первый слой, который мы видим на витрине. Но здесь все тоже собрано. И образы действительно очень-очень красивые. По принципу красивого, удачного сочетания цветов. В данном случае мы видим голубой плюс серый. Это всегда очень-очень красиво. Кстати, голубой плюс серый плюс черная обувь. Это тоже всегда очень-очень удачно. Вообще пастельные оттенки, пастельные цвета, я рассказывала, желательно компоновать с темными аксессуарами, с яркими аксессуарами. Тогда мы будем работать еще и на принципе контраста. Здесь любые темные аксессуары, темно-коричневого цвета, а черные аксессуары смотрятся очень-очень хорошо. Это пальто-вариация на тему Тедди, но это, что называется, монтоны. То есть, это дубленка. Мне очень-очень понравилось. Стоило около 2000 евро. И снова недорогой магазин. И снова светлые-светлые компоновки. Но обратите внимание снова на обувь. Обувь черная. По принципу контрастности составлена эта витрина. И снова красивое сочетание розовый плюс бежевый. И каждый образ составлен по принципу сочетания не более трех цветов. При этом, как мы видим, аксессуары могут быть любыми. Аксессуары могут быть любой фактуры и любого цвета, если мы в компоновке используем не более трех цветов. Я всегда говорю, что, конечно же, можно и больше. И это может смотреться очень красиво и очень удачно. Но если мы не хотим ошибиться и собрать наш красивый образ очень быстро, то, пожалуйста, обращаем внимание на то, что в компоновке должно присутствовать не более трех цветов. И как раз-таки маленькое количество, то есть не более трех цветов, но это могут быть и два цвета. А в одном ансамбле, как, например, здесь, здесь совершенно точно, мы можем считать три цвета, которые участвуют в образе, позволят нам очень и очень хорошо играть с фактурами. Если мы будем добавлять фактуры разные, явные фактуры, здесь, например, кожаный пиджак плюс трикотаж, мы видим, то, опять же, играя всего на трех цветах, это вот витрина, которую я вам до этого показывала, мы можем получить очень красивые, очень удачные образы. Помните, что лучше играть на фактурах, чем на цветах, потому что фактуры делают образ более фактурным, как можно сказать, как принято говорить, делают его более выразительным. Поэтому, пожалуйста, меньше цветов, больше фактуры. Это одно из правил, которое позволит вам очень быстро собирать очень-очень красивые образы. И раз уж речь зашла о фактуре, давайте я очень просто объясню, что такое разнофактурные ткани, разнофактурные предметы нашего гардероба. Это когда мы на глаз можем определить, не трогая вещь, не трогая наш свитер, наши брюки, что эта ткань и эта вещь будет иметь, что называется, некоторую выпуклость. Вот это и есть разная фактура. То есть гладкая – это тоже фактура. Посмотрев на вещь, посмотрев на ткани, с которой она сделана, мы можем сказать, эта вещь гладкая, либо эта вещь будет в бороздку, либо эта вещь будет иметь какие-то узелки на ткани. Если все это мы можем понять, не беря ткань, не беря вещь в руку, значит, это фактурная ткань. И, соответственно, мы сочетаем таким образом разные фактуры. Это витрина магазина H&M. Мне очень понравился этот образ. Это юбка в горох, плюс свитер с небольшим горлом в горох. Я считаю, что это очень красивый, очень простой и при этом стритстайлерский образ, с чем бы я носила, с какой бы обувью, конечно же, с грубыми ботинками, но и с балетками, кстати, тоже, на мой взгляд, было бы очень-очень хорошо. Пожалуйста, дорогие зрители, помните, что если вы используете принт, то тогда должно быть меньше фактуры. Принт всегда вытесняет фактуру, а фактура, наоборот, вытесняет принт. То есть мы должны выбрать что-то одно. Этот образ был бы очень и очень выигрышным, если бы брюки, белые брюки были из вельвета. Гладкое пальто, гладкая ткань пальто, плюс фактура вельвета сделали бы этот образ еще более удачным. Субтитры создавал DimaTorzok Мне кажется, берет становится популярным. Я не очень люблю береты, у меня нет их, потому что, на мой взгляд, они мне не идут. Но в любом случае, головной убор – это всегда, это всегда то, что может завершить нам образ, то, что сделает нам очень-очень красивый акцент. Многие не любят шапки, и очень-очень зря, потому что шапка, помимо того, что вытягивает нам силуэт, как я уже сказала в начале видео, шапка может служить нам цветовым акцентом, шапка может быть нам также фактурным акцентом, если шапка, допустим, меховая. Ну что ж, дорогие зрители, несмотря на солнце, все-таки ждем, ждем наступления тепла, потому что я с нетерпением, с нетерпением жду тепла. Мне очень хочется посмотреть на стритстайлеров, которые меня порадовали, меня как модницу, как автора порадовали этой зимой. Я, на самом деле, ожидала совсем другого. Я говорила, что в Италии зимой женщины одеваются не очень хорошо, но сегодняшняя зима была подтверждением совершенно точно обратного. также возможной потому, что действительно на стритстайле благодаря теплым погодам все-таки превалировал не пуховик, а пальто. Соответственно, я с нетерпением жду весны, чтобы прежде всего для себя, конечно же, получить много вдохновения, рассказать вам о том, что я увидела. Ну а мы увидимся очень скоро. Возможно, еще несколько стритстайлов достаточно с прохладной погодой будут отсняты, но я надеюсь, что скоро все-таки мы увидим уже весенний стритстайл. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока!